Вот эта фотография в том, когда меня взяли на курсы военных радистов. Это первая моя фотография. Уроженка Косихинского района, 19-летняя Надя, ушла на фронт в 41-м. В Ташкенте окончила курсы военных радистов. И в группе из 20 девушек-связистов попала на Волховский фронт во 2-ю ударную армию, которой позже командовал небезызвестный генерал Власов. Который оказался предателем, и мы оказались в окружении. После окружения, месяца скитаний по болотам, ранений и контузия, Надежда попала в плен. Майданик, Равенсбрюк и Бухенвальд, узницей трех лагерей успела побывать землячка. Всех ужасов, говорит, не перечесть, но один врезался в память настолько, что каждую ночь снился почти 30 лет. Как младенцев отнимали у матерей, которые не просто рыдали, а выли и сходили с ума. Но фашисты оставались хладнокровными. Мы как-то еще сомневались в этом, что детей этих маленьких, их не убивали, а брался фашист за одну ножку, а другой за другую, и разрывали. И то, что оставалось от этих детей, они бросали в озеро. А вот недавно, года три тому назад, была газета, комитета фашистских узников детей. И там было написано, что немцы решили это озеро прочистить. И вот находили ножки, там эти ручки, а черепки маленьких этих доставали со дна этого озера. Весной 45-го землячку вместе с другими пленными освободили советские войска. Домой вернулась уже ближе к Новому году. Помнит, как от счастья плакали мама и больной отец. Родителей уже давно нет, но сама Надежда Георгиевна в свои 102 года проводит уроки мужества в школах. Орден Отечественной войны второй степени. Ветеран Великой Отечественной окружена и почестями, и заботой близких. Есть дочь, внучка и два правнука. О себе говорит, я еще поживу, не поддающейся смерти меня сделала война. А то, что происходит с Россией сегодня, Надежду Георгиевну беспокоит. Но она верит, родина не подведет. Любовь и гнев, и мужество в бою. Теряли мы родных, друзей, но не теряли веру в родину свою. И мы победили фашизм. И сейчас НАТО, Америке, Евросоюзу и всем нацистам понять необходимо, что с Россией воевать нельзя. Она непобедима. Елена Макаренко, Вадим Быстревский, День с толком.